Для всех членов семьи. А семья может быть, там и дети уже, у детей есть семьи, и все живут в Адамдарбар. Теперь есть разные категории детей. У Адамдарбар передали все наши предложения, все разъяснили, пояснили. Тут надо индивидуальный подход. У кого есть возможность реструктуризации, но не по-казахстански, мы знаем, кто такой реструктуризация по-казахстанскому. Мы все это прошли уже. Это капитализация, амортизация и тому подобное. Проценты на проценты. Сейчас даже если вот эти вознаграждения все эти уберут, если мы будем в перезаключении договора, то надо убрать это положение. Из программы, которую вы предлагаете, вообще надо убрать это перезаключение. Это пугает людей. Там же новые условия, вот, три процента. Люди, ну вот какая-то... Тихо! Даже если новые условия, даже если, даже если новые условия, даже если уберут... Без процентов нас ставят. ...вознаграждение, все, штраф и тому подобное. Все равно, перезаключение договора, новый, как будто вы дали новый договор. Люди, посмотрите, они же не получают новый договор. Ну как так можно? Ну, мы знаем, мы не получаем. Просто, видите, сейчас, секундочку. Надо этот... Мы в автопаде сели. Если, действительно, для тех, кто хоть какую-то возможность имеет, обслуживает наш кредит, да? Для кого-то дали. Тогда надо просто добавить на соглашение, доп. соглашение. Тот старый... Аннулировать нельзя старый, старый договор. Он должен оставаться. Это хоть какая-то гарантия. Вы себе, знаете, приказ, мы с вами не один раз обсуждали-то. Эти договора нам нужны, как гарантия какая-то. Почему? Потому что, если он говорит, да, скажет, вы подписали, и здесь нет никаких нарушений. А в старых договорах есть нарушения. Мы, основываясь на эти старые нарушения, можем хоть как-то еще отстаивать свои права через суды. На всякий случай надеемся, надеемся, что до суда дело не доведет, но вот эти старые договора, как есть, надо оставлять. Как есть, надо оставлять. Просто это соглашение. Это не перезаключение договора. Дополнительное соглашение. Это не так, что, что, уже селились-то? 130 миллиардов на миллиарды. Но есть люди, которые остались и заработают. Да, вопрос. Банкам дается по 2,99, а банки дают по 3,00. То есть они 0,01 ставят. Но они смотрят, во-первых, на 20 лет, во-вторых, те, кто не может обслуживать, 10 лет никаких процентов. Основной долг только через 10. Ну в программе нет ничего. Это все есть. Ну давайте добавим, если оно прям, ну вообще это есть. В последней программе я сам смотрел, это все есть. У меня есть программа, я могу вам показать, нет тут такой программы. Хорошо, включим. Если вы считаете нету, юристы, давай вместе пойдем. Вот опять там, мам. Я сейчас ничего не знаю. Это говорит о том, что банки могут, например, 10 лет каникулы сделать. Ни подошения процентов, ни основного долга. Если чем, многие доживут здесь 10 лет. Если честно сказать. Все, кто выплатил большую сумму, оставить надо мет процента. Вознаграждение, они все спишут. Они вот то, что накрутили на вас. Вознаграждение спишут, что штрафы уберут. Это все мы знаем. Поэтому люди, рассчитав свои финансовые возможности, чтоб нас опять же не обвиняли, что мы подписали сами эти новые договора, чтоб вы нас не обвиняли в том, что мы подписали сами эти новые договора. Будут дополнительные. И будут исходить из ваших возможностей. Как вы сможете общаться? Все это надо письменно давать. Мы стоили в этом неделе. У многих, у многих, у многих. Продали. Продали жилье. Незаконно продали жилье. Разве не все мы стоим тужими? Не будем отдавать жилье. Потому что мы стоим, что это незаконное. Решение суда там было тоже незаконное. И отменить решение суда все. Тихо! 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 В открытом письме, мы, gonna send a message, писали, там, простили, нам сделали три комплектные предложения. Мы хотели бы, вот помимо, вот мы другие вопросы обсуждали, да, другие варианты, например, с Махтана, вот эти вот, хотели бы получить ответ на эти переподвижения со стороны администрации президента. Потом у нас почти 90% уже судебные. Да, есть судебное решение, судебное решение даже о выселении. У меня выселение, у меня выселение. Служа, в тот раз, смотрите, сейчас, сейчас, продали, перепродали, ладно, и сейчас вот, да, ну ладно, хорошо. Просто пока в рамках вот этой программы, в рамках вот этой рабочей комиссии будем разбираться, потому что немало времени пройдет. Пока, действительно, мы не против того, чтобы про каждого из нас проверяли, и КМВ там, и про хруст, кто угодно. Пусть проверяется, пока не пробивает. Ну, я, они уже сотни раз уже перепроверены, перепроверены. Еще раз, мы не против того, чтобы еще раз проверить нас, каждого индивидуально. Мы готовы сами помогать в этом, каждому. Теперь там не будет этих, алаях, там машинников, никого не будет. В основном у всех у нас только единственное жилье. Есть только, есть люди, которых банки заставили. Сейчас, смотри, секунду. Есть несколько таких случаев, когда банки сами заставили, сами заставили их, если хотите получить, или, по-моему, если хотите получить отсрочку, давайте доп. соглашение. Ну, нет у меня, там есть же у вас, там, братья, там, родственники, перенеса. Просто, да, они родственники, полотенцами, заставили, Вот здесь надо индивидуально разбираться. Подадите все заявления, мы оформим, примем их. Потом в Алма-Ате я организую встречу со всеми банками. Я имею ввиду нашу работу над банками. Я вам организую на этой неделе со всеми банками встречу. Давайте на нашей площадке встретимся. Я сам лично буду. На нашей площадке позовем банк и совместно обсудим. Тридцать четыре миллиона. Тридцать четыре миллиона. Что вы делаете? Куда не пойдете? Нет, подождите. Подождите. Это вы же гасили кредит и уже выплатили эти суммы. Конечно. Почему сейчас людей обманывают? Говорят, что вы согласны. Это индивидуальный случай можно рассмотреть в комиссии. Если вы считаете, что там банк неправильно отчитал проценты, что надо было сначала основной долг гасить, а не гасили проценты. Это все можно... У меня равными долями. То есть вы гасили и долг основной, и проценты гасили. Обслуживать могли. Но проценты это же плата за использование кредита. Вы должны же были платить проценты. Мы платили, да ладно. Но теперь, вы видите, в состоянии... Но теперь, получается, я тридцать три миллиона заплатила, а вы теперь опять говорите, двадцать лет три процента. Извините, я дом продал, заставили дом продать. Единство стало... Вы платили по девять, десять процентов. Даже больше. По пятнадцать, по двадцать. Да ладно. Идет уменьшение. По трех процентов. Все на чистое награждение они прощают. Вы платили, почему? Почему? У вас сейчас и просрочка есть, я пойду. Вот эту просрочку... Вот эту просрочку убьют они банки. Вот то, что у вас просрочка накопилась... Да, вот то, что у вас просрочка есть, вы же что-то платили, что-то не платили. Вы все сейчас проблемы, да, Дарьяш? Да. Вот эту просрочку банки прощат. Они должны прощать на вознаграждение и так далее. Основное тело, да. Основной долг. Дом. И... 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 Вот это основной кредит, который остался... Тело основное, долг. Его рефинансируют. По три годовых, если это был в валюте, дадут в тенге. А нельзя так делать. Тихо. 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 Мы же договорились. Все заявления, давайте филиалы оформим, мы возьмем. Я сделаю график в Алма-Ате со всеми банками, мы проведем встречу. Можно узнать? Решите на сайте. Тихо. Тихо. Что вы сказали по этой программе. То, что в людьми было выплачено, оно уйдет с основного долга, а на остаточное будет 3% на случай. Это правда? Да. Я же так и говорю. Вот то, что есть основной долг, его рефинансируют и он будет под 3% на 20 лет. А на плодину, которая начислили вас за граждение, но вы не заплатили, потому что просрочены, они банки спишут это. Я же об этом говорю. Само вот эти суммы еще большие. Говорится о том, что он скапинализован. Люди объясняют, говорят, что не могут платить. Тихо, тихо. Не говорите, Блин. Троста всем марши! Реши! Пиши! 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 Пиши!